Напомню, что сегодня мы отмечаем пока еще неофициальный праздник, ну такая своеобразная дата в календаре, это Всемирный день русского единения. И именно об этой теме мы хотели бы поговорить с Дмитрием Чернышевским сегодня у нас в студии. Добрый день, Дмитрий Викторович. Это член Общественной палаты Саратской области, публицист. Ваши труды, в принципе, известны и уважаемы в определенных кругах. Но вот давайте сконцентрируемся на той дате, которая сегодня у нас обсуждается здесь в студии Открытого канала. Еще раз повторю, это Всемирный день русского единения. Празднику пока еще пять лет, он неофициальный, но так или иначе это возможность объединить весь русский мир в какое-то одно единое начало. И вот первый вопрос связан, в первую очередь, с вашим мнением. Что это? Это момент некой самоидентификации через этот день? Или это такое первое проявление неких имперских амбиций? Я не думаю, что имперские амбиции здесь как-то связаны с этим праздником. Я участвовал в Конгрессе соотечественников первый раз лет, наверное, 10 назад, когда ни о каких амбициях имперских, ни о каком присоединении Крым еще никто даже не мечтал, ни то, что не говорил. Работа по объединению русских, которых очень много за границей, уже тогда достаточно активно велась. Причем речь идет не только о русских, которые живут в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, в других республиках. Очень много наших сейчас практически по всему миру, в Европе, в Америке. И мне было очень любопытно в свое время узнать, что по уровню благосостояния русская община в США занимала тогда, по-моему, седьмое место. То есть оказывается, что русские очень хорошие работники. Хорошо работают, хорошо зарабатывают. Мы все время же себя ругаем, что мы ленивые, плохо у нас работают люди. Нормально работают, когда в хорошие условия попадают. Тогда закономерно вытекает второй вопрос из первого. То есть если это некий момент самоидентификации, по вашему мнению, что тогда служит критерием вот этой самоидентификации, или ряд критериев, по которым человек, сравнив свои какие-то мировоззренческие начала, понимает, что он русский. Каждый, наверное, сам ответит на этот вопрос для себя. Когда-то мы в Саратове создавали Земский союз. Это было в 1994 году, первый в России. И тогда как раз подобным вопросом задались. И для себя ответили его так, что русские – это те, кто говорит по-русски, живет в России и понимает, что другой родины, кроме России, у него нет. Вот так вот просто, без особых затей, но достаточно выхватывая нечто важное, которое действительно позволяет отделить русских от русскоязычных, что ли. А достаточно ли вот этих двух составляющих, насколько я вас понял, достаточно ли будет их для того, чтобы построить русский мир? Это вот излюбленный тезис сейчас. Мы строим русский мир, мы организуем русский мир, мы создаем русский мир. Хватит ли вот этих двух направлений, двух определителей для того, чтобы свершить это? Может быть, и не хватит. Но то, что говорят сегодня о русском мире, это уже хорошо, потому что когда мы начинали говорить о русском мире в 90-е годы, знаете, как это воспринималось? Что красно-коричневые, какие-то вообще националисты, бог знает кто, и как нас только не обзывали. Сейчас это практически государственная политика. А если вспомнить, как об этом писали русские философы, то наиболее яркие работы были написаны поста революции, в эмиграции. Иван Ильин, Бердяев и так далее. И они тоже ведь говорили о русском мире как о явлении, которое выкорствовалось в ходе истории, которое создано не только русским народом, но всеми народами, которые создавали Россию. И это явление представляет собой большую ценность в мировом масштабе. Сейчас ведь мы говорим о глобализации, мы говорим о том, что планета объединяется. Не только мы, все вокруг. Нет, но это факт. Мир объединяется. Нельзя рассматривать никакие проблемы, если мы не понимаем их место в мировых процессах, которые происходят. И при этом, как только мы начинаем понимать место России в этих процессах, место русского народа, русской культуры, то, что позитивного, что мы внесли в эту историю мировую, тогда нам становится легче и свои задачи ставить, и пути решения находить. Так что, в целом, я считаю, что когда говорят о русском мире, это хорошо для страны. А где тогда проходит та зыбкая граница, которая отделяет русский мир от национализма? Это просто, как говорится, что патриот любит свою родину, а националист считает, что его народ хороший, а все остальные народы плохие. Я считаю, что нет плохих народов. И вообще, если разбираться, кто такой русский, возьмите перечень самых знаменитых русских фамилий. Начиная с буквы А, Ахматова, Бердяев, Булгаков, вплоть до Кутузова, Суворов и так далее. Смотришь историю этих фамилий, там огромный словарь этих фамилий. У них, как минимум, предки, которые выходили когда-то из Великой степи. То есть, они не славянского по исходному своему происхождению, зарождению этих фамилий. Потом они, конечно, обрусели. Представляете, фельдмаршал Суворов, слава русского оружия, а Суворов – это тюркская фамилия. Так же, как и Кутузов. Тут просто был такой султан в Египте, Кутуз. Это не значит, что они тюрки. Это значит, что они когда-то их давние-давние предки пришли из степи, стали служить России. И так же, как стал служить ей Багратион, бывший грузинским князем и потомком грузинских царей, но русским генералом. И гордился он этим. Или Куприн. Знаете, чем больше всего гордился? Не тем, что он русский писатель, а тем, что он потомок татарского хана. Но он же русский писатель все равно. Вот это и есть Россия. Какая разница между ними существует сейчас? Потому что, когда мы говорим «русский мир» и говорим о том, что объединяться должны вокруг России, тут, естественно, таким синонимом становится «российский». Есть ли разница между русским и российским сегодня? В старых книгах вы этой разницы не найдете. Когда писали «Россия», то подразумевали, что русский – это и есть Россия. Русская армия, не российская. Была русская императорская армия. Не российский флот, а русский, торговый или военный флот. Сейчас такое деление проводят. Видимо, оно необходимо. Все меняется, все развивается в мире. Тем не менее, надо сказать, что без русских России быть просто не может. Я думаю, в этом ограничение. А все остальное, пожалуйста. В нашей стране было такое понятие, как «интернационализм и дружба народов». Это были хорошие понятия. Это вы имеете в виду тот советский старый. Советский. Ну и что, что они были советские? Потому что, если вы возьмете Достоевского, который был консерватор, охранитель, сторонник царя и самодержавия, он писал о всечеловеческой русской душе. По сути дела, он то же самое писал об интернационализме, о дружбе народов. Это знаменитая его речь, которая была произнесена, вы это имеете в виду, на втором заседании общества любителей российской словезности, где он раскрывал как раз термин, что значит русский, да, и идентифицировал русского человека. Именно это. Но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сказал, как сказал поэт, что менялось. Знаки и возглавие, тот же урожган на всех путях. Ничего не меняется. Мы все равно остаемся гражданами России, членами этого общества великого и участниками создания русской культуры. То есть, если мы говорим о культурном каком-то пространстве, да, о духе, то здесь больше применимо слово русский. Возможно. Если мы говорим о российском, тогда здесь что подразумевать? Скорее бизнесы. Вот это точно. Потому что говорить о русском бизнесе, я такого даже выражения не слышал. А вот российский бизнес замечательно идет. Это все-таки больше такое современное, модернистское, интернациональное понятие. Не только по происхождению, но и по своему образу жизни, по тому, как он работает. Особой разницы нет. Когда ты приходишь в офис крупной компании, где эта компания расположена? В Шанхае, в Москве, в Саратове или в Нью-Йорке. Законы бизнеса интернациональных. А если говорить о русской политике, или российской, точнее, политике, не русской, а российской политике, здесь есть какие-то отличия? А нет, никакой русской политики, потому что у русских, и вообще у граждан нашей страны есть одно государство, оно называется Россия. У нее одна внешняя политика, она российская, естественно. Поэтому мы не можем говорить о татарской политике, татары, жители нашей страны, коренные, между прочим, да. А русской политики, там, не знаю, еврейской политики, никакой. Национальной нет, только государственной. И это, по-моему, правильно. А если ее рассматривать с точки зрения противопоставления западному миру, западной политике, будет какая-то ощутимая разница между двумя этими понятиями? Смотря что понимать под словом западный, Запад очень велик и многообразен, и одно из его преимуществ... Прошу, не будем далеко уходить, Европа. Пока Европа. Даже Европа тоже самая, она была всегда очень разной. И одно дело, если мы говорим о Европе Шиллера, о Европе Данте, о Европе Шопенгауэра... Но это практически классика. Классика, да. О Европе, которая создавала демократию, которая борола за свободу. Это одна Европа. Европа, которая сегодня некоторые удивительные вещи творит, это немножко другая Европа. О чем говорим? Поэтому еще неизвестно, кто больше защищает европейские ценности сегодня. В некоторых, подчеркну это, не во всех аспектах. Россия тоже часть Европы по-своему. И мы никогда не были отделены от Европы ни в культурном плане, ни в интеллектуальном. Еще такой вопрос рождается на основе ваших высказываний. Почему сейчас тогда русский мир и русскую самоидентичность мы стараемся привнести сверху? То есть, через какие-то политические процессы. И русский мир для нас стал сейчас уже политическим лозунгом. Но не национальным, не народным, не русским лозунгом. Может быть, и стал для кого-то. Но, во-первых, не для всех, потому что изначально это понятие рождалось не сверху, оно рождалось, скорее, в культурной, философской среде и никогда не было верхушечным. Политики всегда пытаются использовать какое-нибудь сильное духовное, интеллектуальное течение, для того, чтобы оседлать его и поставить на службу своим целям. Я думаю, поэтому увидели, что красивая идея, давайте мы попробуем ее применить к нашим текущим задачам. Вроде получается, но вот иначе ее двигать. Тогда следующий момент, который бы хотелось у вас узнать. Обращаясь к речи того же самого Достоевского, которого вы упомянули, про которого мы говорили, говоря на открытии памятника Пушкину и, опять же, на втором заседании Общества любителей русской словесности, он, говоря о русской, душе русской идентичности, произнес такую фразу, которая стала вот таким определением для всех. И это было даже истолкование смысла поэмы Пушкина «Цыгана». «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость». «Смирись, праздный человек, и прежде потрудись на родной ниве». Почему сейчас мы через Русь, через русский мир, несем какую-то гордость, которая завуалирована патриотизмом? Несем какие-то насаждаемые сверху моменты, и при этом абсолютно упускаем из виду главный тезис Достоевского в этой речи, что русская самобытность, русская самоидентичность приходит именно из народа. Не упускаем. Опять-таки, не стоит, наверное, обобщать. Я знаю очень много людей, в том числе и саратовских бизнесменов, которые много лет, совершенно не афишируя этого, в традиционных русских представлениях о благотворительности, помогают беднякам, детей спонсируют обучение в спортивных школах и так далее. Причем об этом никто практически никогда не знает. Не выставляется это на потребу СМИ. И действует так, как действовали в XIX веке старообрядцы, которые основывали школы или столовые, или общежитие для рабочих строил Верещагин, брат художника знаменитого, такие, которые потом при советской власти через 50 лет только начали строить. А он их построил в начале XX века. Он об этом не кричал нигде, он не говорил, как считал нужным, исходя из своей совести, из своих взглядов на жизнь. Поэтому, опять-таки, обобщать, наверное, не надо. А то, что государство пытается поднять гордость за свою страну, это абсолютно нормальное явление, потому что, когда ставится задача мобилизовать нацию и сплотить ее на решение каких-либо важных для всех задач, то, безусловно, нужно апеллировать к чувству патриотизма, к чувству национальной гордости, иначе люди просто не поймут, зачем все это нужно. Тогда вот сходу вопрос, почему при создании вот этого чувства национальной гордости, объединения народа, у нас современные политические силы используют образ некого врага, враг Евросоюз, враг Америка. И вот почему именно на основе врага мы всегда объединяемся? Это наша самоидентичность такая? Или же все-таки это веяние современности? Нет, это государству всегда гораздо удобнее объединять людей вокруг образа врага, который угрожает всем. Это самое простое. Поэтому в любой стране, будь то Россия, Америка, Китай, без разницы, абсолютно, подобные явления всегда сверху насаждались на основе мобилизации народа против внешнего врага. Сам же народ, он очень по-разному чувствует свою причастность к общему делу. И далеко не всегда это связывает с военными какими-то победами или с чувством того, что вот завтра придет злой ворог и захватит мой дом, поэтому я должен с кем-то там объединиться. Совершенно нет. От общества зависит, какое у нас общество, какой народ, какое население, как оно само себя ощущает в жизни, что в итоге, куда качнется вектор вот этого русского мира в том числе. Будет он направлен больше на оборонительные функции, как очень часто бывало в нашей истории, совершенно оправданно, причем бывало, потому что действительно история очень жестокая, и войну очень много пришлось вести, неизвестно, что будет в будущем. Или все-таки больше это будет направлено на созидание, на подъем нашей экономики, нашей природы, сохранение и так далее. Посмотрим. А насколько эффективен будет вот такой подход через патриотизм, через врага? А если вдруг врага не станет, что тогда? Такого не бывало, чтобы не стало. Понимаете, Россия – это от 1,7 до 1,16 в разных сферах мировых ресурсов, при этом у нас меньше 1% мировой экономики и населения. Ну, о чем вы говорите? Мы как собака на сене получаемся, а там вокруг огромная масса людей, которые задыхаются от нехватки воды, еды, не то что там товаров роскоши, ничего подобного. В огромном протяжении Южного полюса, вот этого полупустыни, пустынь в тропической зоне, не хватает просто воды, банально. А в России-то и воды море. Поэтому врагов-то будет всегда много. Вопрос не во врагах. Ну, взять, осушить Байкал ради этого тоже нельзя. Ну, реки сибирские повернуть еще при СССР пытались в Среднюю Азию. Слава богу, этот процесс остановили, потому что неизвестно, чем бы это все закончилось. Ну, экологические катастрофы, как минимум. Ну, желающих очень много до сих пор. И в Средней Азии до сих пор есть такие идеи. Поэтому дело не в том, что не будет врагов. Нам самим-то, мы же не для того, чтобы защищаться только. Не отрицая важность этой задачи, всегда защита страны была для России очень важной. Но у нас еще другая задача есть. Вот на этой огромной территории Земли сделать жизнь такой, чтобы она была привлекательна. И для нас самих, и для тех, кто вокруг живет, которые люди могли бы сказать, смотрите, русские, россияне, вон они что сделали. Как они сейчас говорят про Европу, как они говорят про Америку. Бегут-то туда за хорошей жизнью. Вот эти все толпы беженцев. А к нам сейчас не очень-то бегут. На моей памяти такое удалось только, возможно, при Петре Первом, когда к нам обратились и последующая эпоха. Нет. Или же я не прав? Нет, при Петре Первом как раз русский народ из-под гнета этих военных обязанностей побежал во все стороны с такой силой, что у нас количество податного сословия сократилось за время его управления. На одну пятую. Не то, что они все вымерли, они просто разбежались в основном. Убежали в Поволжье, на Кавказ, в Сибирь, куда угодно, лишь бы не платить эти жуткие подати. А Екатеринская эпоха тогда? При Екатерине было получше. Да, кстати, очень интересный момент. При Петре средний рост рекрутов сократился на 5 см, при Екатерину вырос на 6 см. В те времена, когда питание было непосредственной причиной жизни людей или смерти, рост на 6 см в среднем по стране, это означало, что люди стали жить значительно лучше, просто кушать больше стали. Так что при Екатерине действительно было не так уж и плохо в России. Хорошо. На ваш взгляд, что помимо вот этой общей идеи объединения, мы говорим сейчас о враге, как такой центральный пока, какие еще идеи можно положить в основу русского мира? Я бы не хотел, чтобы мы идентифицировали себя через врага, потому что это непрочное объединение. Любое объединение из-под палки, из-под страха, оно рассыпается, когда угроза пропадает. У нас другая задача. Посмотрите, что является наиболее важным в русской культуре. Если на Западе мы можем так обобщенно говорить, во многих случаях мы говорим об идее свободы, то в России мы говорим об идее справедливости. Справедливость есть у нас, ее достаточно мало. Справедливость, смотря опять же, для кого? Для всех, для страны, для людей. Вы думаете, это достижимо в условиях нашей современной России? Мечтать нужно о том, что может быть и недостижимо сегодня, но, как говорится, будьте реалистами, требуйте невозможного, и тогда у вас многое получится. Сейчас просто вспомнил тренд Валерия Радаева, вот последний, да, то есть нам нужно заканчивать на позитиве. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы с вами нашли какой-то такой вот общий знаменатель для того дня, который у нас сегодня существует на календаре. Это Всемирный день русского единения, и будем надеяться, что нас объединяет не только те моменты, про которые мы сегодня говорили, но в целом есть что-то иное, что-то более великое и возвышенное, чем вот этот образ врага, да, или пока еще несправедливость в государстве. Но будем к этому стремиться, чтобы день действительно был красным днем в календаре, а не просто какой-то такой вот проходящей датой. Напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Чернышевский, член Общественной палаты Саратской области. Еще раз вам большое спасибо за то, что пришли в студию открытого канала. Будем надеяться, что увидим вас снова, и, естественно, будут еще более привлекательные темы.